Ничто не заменит матери погибшего сына. А таких матерей, чьи сыновья оставили свою жизнь на войне в Афганистане отнюдь не единицы. Пелагея Сидоровна одна из них. Ее сын Валерий Хован поспешил своему сослуживцу на помощь и подорвался на минах. От полученных ран умер. Даже время не залечивает ту боль, которую испытывает мать от потери своего ребенка и по сей день. Прихожу, отведаю сына своего и сюда в школу, и на могилку, и убираю, и все хорошо. И я благодарна всем администрации Ленинского района. Они каждый год приходят, вот и в школе целую неделю играют в волейбол в честь его памяти, потому что он этим занимался. Для учащихся школы это была не формальная процедура, а это было выражение их чувств долга, памяти, священной памяти, памяти соученика их. В 13-й школе чтят память воинов-интернационалистов. Музей войны в Афганистане был основан в этом учебном заведении не случайно. Валерий Хован здесь учился. Сегодня узнать о нем и о других воинах-интернационалистах можно не только ученикам 13-й школы, но и другим желающим. Приезжают и даже из-за границы к нам. У нас были, из Польши приезжали, мы принимали гостей и рассказывали о нашем школьном музее, рассказывали о нашем Валерии, о нашем герое. К нам приезжали из Минска, из Москвы, из Пятигорска, из Петербурга. И мне кажется, что ребята, которые здесь работают, а работают и рассказывают об афганской войне и о подвиге Валерии Ивановича Хована, рассказывают наши дети. Они рассказывают настолько проникновенно и настолько здорово, что иногда у наших слушателей накатываются слезы. Рассказы экскурсоводов, которые воссоздают картины страшных событий афганской войны, всегда проходят в торжественной тишине и волнении. Брещане, гости из Белоруссии и других стран – частые посетители памятной экспозиции. В этот раз школьный музей посетил и глава Ленинской администрации города над Богом Дмитрий Городецкий. Мы видим, что сегодня происходит недалеко даже от нас, где мы находимся, в городе Бреста, и насколько страшна слово «война». Также это была война страшная афганская, с которой не вернулись сыновья, не вернулись мужья, не вернулись здесь где-то отцы. Поэтому мы сегодня должны помнить обязательно об этом, никогда об этом не забывать, напоминать себе самим и молодому нашему поколению. Ничего нет страшнее войны. Не надо далеко ходить. События, происходящие в соседнем государстве, заставляют задуматься каждого, что мирное небо над головой и живые близкие – это, пожалуй, самое главное, что есть у нас и чем мы должны дорожить. А в памяти Валерии Ховани и других погибших солдатах в Афганистане ученики 13-й школы возложили цветы. Пожалуй, это то немногое, что можно сделать для наших героев сегодня.